Уважаемый Александр Игоревич, уважаемые коллеги, действительно, и мой доклад будет продолжать эту же тему респираторно-вирусных инфекций. И начну с того, что напомню, какие же это инфекции. Это очень большой класс и парагрипп, и аденовирус, ну и, конечно же, это грипп, как в предыдущем докладе широко об этом коснулись. И вот вирус гриппа не случайно называют королем вирусом, это не из-за его такой вот красоту какую-то, а именно за то, что этот вирус, он особо опасен, вызывает многочисленные осложнения, и именно с вирусом гриппа ассоциируется у нас высокая летальность. Ну вот итоги прошлогоднего сезона, сезон 2016-2017 год. С чем же, несмотря на высокопроведенную вакцинацию, тем не менее, все-таки были зарегистрированы и осложнения, и летальность. И вот анализ этой летальности в первую очередь нам показывает, что она была связана с отсутствием иммунизации, с поздним обращением пациентам к врачу, с поздней госпитализацией или отказом госпитализации пациентами и наличием тяжелой сопутствующей патологии. Это анализ тех случаев, которые произошли непосредственно в период эпидемии. Но вместе с этим врачи отмечают, что существует еще и отстроченная летальность и осложнение. В течение 3-4 месяцев пациенты, особенно с сопутствующими заболеваниями, продолжают иметь осложнения уже после перенесенного гриппа. Это больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с дыхательной системой и с другими. Таким образом, это опять же должно повышать наше внимание к вакцинации этих групп пациентов, которые потенциально грипп будут переносить тяжело. Что нам прогнозировала Всемирная организация здравоохранения на текущий эпидсезон и то, чем была проведена вакцинация. Это штаммы вируса H1N1, вирус H3N2 Гонконг и вирус B линия Виктория. Но сейчас уже, как показывает ситуация по Европе и по ближайшим странам Скандинавии, к сожалению, там присутствует все-таки вирус B линия Ямагата. Стоит ли отчаиваться в связи с тем, что 100% не было угадана наша вакцина? Я думаю, не стоит, потому что, опять же, как показывает практика предыдущих лет, вакцинация защищает, она более поливалентна, чем непосредственно то, что включено в вакцину. И, более того, вакцинированные люди от гриппа, они защищены не только от гриппа, но и другие респираторные вирусные инфекции у них протекают в менее тяжелой форме. Ну вот уже коснулись ситуации на 4 февраля, я отмечу ситуацию на 13 февраля 2018 года, она мало изменилась. Те же самые регионы, где отмечена вспышка заболеваний, закрываются школы по эпид-показаниям. В Москве пока ситуация спокойная, и у нас циркулируют только респираторные вирусные инфекции. По летальности на этот сезон зафиксировано три случая летальных исходов. Они были несколько месяцев назад, сейчас летальных исходов, связанных с респираторно-вирусными непосредственно инфекциями и гриппом нет. В диагностике гриппа в первую очередь обращают внимание на сезонность, на эпидемиологический анамнез, клиническую картину и лабораторную диагностику. Грипп может протекать не только респираторными симптомами, и не всегда лихорадка присутствует, и интоксикционный выраженный симптом. Посмотрите, в 50 случаях температура может быть 38-38,5 градусов. Поэтому мы должны ориентироваться и на другие проявления возможные вируса гриппа, чтобы поставить диагноз. В том числе возможны и диспетические проявления. Этиологию заболевания сейчас возможно установить и вирус, и штамп вируса гриппа, и другие респираторные вирусные инфекции. Но, опять же, как показывает практика, в первую очередь это важно для тяжелых форм инфекции, как правило, в условиях стационара. Какие же осложнения гриппа могут быть, кроме пневмонии? Это осложнения со стороны любых органов и систем, и со стороны почек, и неврологические осложнения, гастроинтестисциальные осложнения, и такие грозные осложнения, как инфекционно-токсический шок, геморрагический шок и рапдомиолиз. Ну, конечно же, это пневмония. Я хочу подчеркнуть, что пневмония может быть не только бактериальная, но вызываться и смешанной флорой, и вирусно-бактериальной, и в том числе и вирусной. И в этом случае лечение должно проводиться как антибактериальной терапией, так и противовирусными препаратами. Ну, вот несколько отличается картина рентгенологическая вирусной теологии или бактериальной. Есть свои особенности. В большей степени это картина альвеолита. Группа риска уже предыдущий докладчик коснулся. Наверное, тут нет на слайде еще одной группы, которая, к сожалению, в нашей стране присутствует. Это иммунодефицит у пациентов, которые употребляют алкоголь. К сожалению, у нас такой большой есть пласт больных, и они тоже входят в группу риска. По беременности наиболее в риске оказываются пациентки в третьем триместре беременности, сопоставимая с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, литальность и больными с сахарными диабетом. И, кроме того, в риске находятся и дети, которые будут рождены у этих матерей, потому что, возможно, как явные дефекты, вот как вы видите на слайде, так и скрытые дефекты. Это дефекты межжелудочковой перегородки и другие, которые проявятся неочевидно, не сразу после рождения. Но Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что, к сожалению, не только грипп, но и другие респираторные вирусные инфекции чреваты многочисленными осложнениями, в том числе осложнениями со стороны нижних дыхательных путей. Принципы терапии респираторных вирусных инфекций и грипп уже осветил предыдущий докладчик, поэтому я не буду долго на этом останавливаться. Но хочу подчеркнуть, что для любого противовирусного препарата очень важное назначение как можно ранее, не только для ингибиторов нейроминидазы, но и другие индукторы, интерфероны, интерфероны. Чем раньше они назначены, тем больше эффект мы достигнем. Назначение должно проводиться без ожидания лабораторной верификации диагноза. И назначение этих препаратов значимо снижает и риск летальных исходов, и риск осложнений. Большая группа противовирусных препаратов – это и ингибиторы нейроминидазы, и интерфероны, индукторы интерфероны. И также вот последняя, вы видите, строчка – это релизы активные препараты, такие как анаферон и эргоферон. Эргоферон – трехкомпонентный препарат, включая антитела гамма-интерферону, антитела гистамину и антитела ксиди-4. Эти препараты могут применяться как в лечении респираторно-вирусных инфекций, так и в отношении других вирусных инфекций, включая ингококковые инфекции, ротовирус, энтеровирус и другие инфекции. За счет трехкомпонентного состава препарат обладает как противовирусной активностью, так и компонент антитела гистамину снижает выраженность клинических проявлений, таких как иринорея, слезотечение, головная боль и другие. В исследованиях, которые были проведены, в частности, здесь лечение респираторно-вирусных инфекций, где, возможно, в исследовании было допустимо брать пациентов с плацебо, добавление препарата эргоферон показывает нам более быстрое снижение температуры, но в том числе наблюдалось и более быстрое купирование симптомов, как катеральных, так и интоксикационных. Проведено было исследование сравнительное и с азильтамивиром, который является золотым старнартом лечения гриппа. В этом исследовании тоже было показано, что достаточно хороший эффект по купированию симптомов при назначении эргоферона. Вообще исследований по этому препарату было проведено очень много, и в том числе исследования при включении в лечение пневмонии, сочетанная антибиотика, терапия и добавление к лечению эргоферона приводило к более быстрому купированию симптомов температурной реакции, кашля, аускультативных признаков, и в том числе и клинико-лабораторные показатели тоже более быстро нормализовывались. Это и скорость соя, и фибриноген, и нормализация наблюдался реактивного белка. Таким образом назначение этого препарата позволяет более быстро добиться эффективного лечения. Что касается профилактики, я хочу коснуться профилактики не только в плане вакцинации, но и в плане того, как мы можем защитить тех пациентов, которым вакцинация не была проведена. В этом аспекте возможно применение такого препарата, как анаферон, и добавление анаферона, вы видите, что снижало в два раза риск инфицирования ОРВИ и в три раза инфицирование гриппа. В реальной практике, что это за пациенты? Например, пожилые пациенты, которые не выходят из дома, и им нет необходимости было вакцинироваться, поскольку они не посещают места общего пользования. Но в случае, если в семье кто-то заболевает, то, конечно же, в плане профилактики возможно использование такого препарата, как анаферон. Спасибо за внимание.